В 9-летней годовщине присоединения Крыма к России лесногородские школьники проверили свои знания по этой теме. В викторину «Мой Крым. Моя Россия» провели для них сотрудники правоохранительных органов и представители общественного совета при окружном ОМВД. Отрадно, что действительно дети на большинство вопросов ответили правильно. Один вопрос, по-моему, у них что-то там запнулись, и то скорректировались, но зато они теперь отработают и будут все знать. Две команды школьников среднего звена поочередно отвечали на вопросы по истории, географии и культуре, связанные с Крымским полуостровом. Самая длинная река в Крыму – Салгир. Какова ее длина? Наш ответ – 204 километра. Правильно. После викторины ребятам еще раз напомнили об опасности употребления алкоголя и других запрещенных законом средств. А в завершении встречи большим подарком для всех присутствующих стал необычный гость. Ну дайте, ну дайте, ну дайте, он заслужил, дайте мяча. Так специально обоченный пес по кличке Айс выпрашивает любимую игрушку, а на службе он помогает найти преступников по следу. О его и своей работе рассказали кинологи. Многих ребят эта профессия заинтересовала всерьез. Действительно, сейчас восьмой класс, остается девятый класс, кто-то уже выбирает, кому в колледж, кто дальше идет учиться. И, конечно, они стоят перед большим выбором, куда пойти. И мы должны им показать разные профессии, чтобы они заинтересовались. В итоге гостям было задано немало вопросов. Теперь ребята с нетерпением ждут и других специалистов, чтобы как можно больше узнать об особенностях той или иной профессии. Мне кажется, многим было бы, чтобы пришли какие-нибудь медики, рассказали, что будет в универе, что будет дальше, какое может быть развитие. Да, я бы тоже хотела, чтобы пришли врачи, потому что хочу пойти учиться на врача. И мне было бы это очень интересно. Пожелания детей будут учтены, и такие встречи по профориентации вскоре станут регулярными. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Полина Бахова, Илья Павлов.